здравствуйте уважаемые телезрители на ваших голубых экранах опять включение из ямаха центр петрозаводск как последнее время мы себя называем китай центр петрозаводск либо парсун центр петрозаводск и вы опять скажете какого черта опять парсун пара жилетку сюда сверху такой парсун и так вы просили четырехтактный 9915 собственно мотор ни разу не новинка понятно что кто-то из вас вообще видит первый раз его и думать что это за несуразное чудо и собственно этот мотор подтверждает тот факт что парсон на рынке в одномоторном далеко не первый год потому что это ничто иное как копия yamaha f99c который выпускался сейчас посмотрим в памяти не помню аж с 98 по 2008 год то есть мотор не выпускается yamaha и уже скоро будет наверно сколько там 15 лет но при этом парсун его до сих пор делает не потому что он решил не нарушать каких-то авторских прав и скопировать древний мотор а то что когда этот мотор проектировали yamaha выпускала как раз таки вот эти моторы и парсун копировал актуальную модель на тот момент давайте книжечки у меня в электронном виде нет я вам покажу характеристики и маховского мотора если дениска наведется видно вот это f99c на его базе был 13 половиной сил мотор f13 половиной а и собственно раздушивался он в 15 а есть это мотор собственно 303 323 кубика соответственно здесь нет 20 сил если вы увидите у кого-то из китайских производителей вот этого голова стика вот у него горб сзади такой выразительный мы его большеголовым всегда называли потому что такие махи периодически приносит нам на обслуживание yamaha 99 соответственно если у китайцев где-то увидите наклейку 20 то не верьте потому что в 323 куба и 15 сил это 15 сильный мотор задушенный до 9 соответственно китайцы по традиции ничего не душат по факту это в чистом виде пятнашка соответственно если кто-то хочет yamaha 99 раздушить ставим карбюратор парсуновский вот от этого мотора и получаем 15 сил видео по этому головастику по оригиналу по yamaha было у ребят из уссурийска дмитрий привет я ссылочку оставлю там есть как раз они раздушивали yamaha оригинальную вот эту старенький моторчик до 15 сил можете посмотреть там все это есть поэтому ни разу не новинка доисторический мотор 99 который превращается в 15 чтобы понимали yamaha перешла на f20b они кондор в этом корпусе cipro в этом корпусе ну и естественно yamaha в этом корпусе yamaha мы взвешивали он у нас весил 55 чем-то килограмм вот этого большеголовика хотелось бы взвесить сейчас если нам кто-нибудь поможет главное чтоб китайская ручка из хрустального силу мина не лопнула будем надеяться что он у нас не хрустальный так а вот теперь давай я одной рукой возьму так ты бери сюда ждет так и аккуратненько при отпускай держишь тихо весь вес тебе достался чудеса какие так о дениска тебе бы сюда 53 2 килограмма видно так теперь обратный номер как это вернуть назад вот это номер я б наверно помер если б один тут начал весов аж от натуга отвалилась экран отвалился наверное какие-то 53 килограмма китайские ну выходит что он чуть легче на 2 килограмма двадцатки так что еще раз 99 15 а это 15 20 разные моторы разная кубатура там больше здесь меньше соответственно опять же вот этих моторов достаточно много на самом деле я встречал ходят они неплохо и претензию владельцев к ним особо то и нету приходит уже но многолетние экземпляры попадаются почему опять же парсон почему у нас пошли видео по парту на такое количество я уже говорил все достаточно просто крупные дистрибьюторы которые занимались первыми брендами начали заниматься парсуном и у нас раньше было ну непосредственно в россии был представлен парсун представлен был не сильно маркетинг какого-то агрессивного по нему не велось вот потихонечку продавался и жил себя никто не трогал поэтому про него у вас информации немного но присутствует он давно а потом у нас был бренд hdx который выпускал моторы на парсуне только с маркой слейбы hdx чтобы понимали когда надпись на моторе парсун и он сделан на заводе парсун то бренд товарный знак вот этот парсун он принадлежит заводу соответственно завод выпускает свои моторы на своем заводе у себя это их продукция когда приходит другой бренд и говорит давайте назовем моторы пуля не знаю стрела космос ракета чего как угодно и начинает там выпускать моторы то это будет тот же самый парсун все с ним будет классно но правообладатель этого бренда надписи вот этой стрела например он может любой момент сказать мне ребята вас дорого стало мы бренд раскрутили давайте мы пойдем на соседний завод завод там куда-нибудь айкидил алпаска куда угодно и будем там выпускать и моторы шильд это осталось привык которые люди привыкли а моторы пошли с другого завода и другого качества вот это как не очень хорошая вещь когда на заводе выпускают чужие бренды ты не знаешь откуда этот мотор hdx выпускался на парсуне но потом началась какая-то странная история они сами себе на самом деле медвежью услугу оказали появилась р-серия hdx которую стали собирать в россии и изначально у людей доверие это было низко к мотору китайскому собранному в китае а тут китайский мотор собранный в россии то есть как бы уровень вот этого недоверия он выстрелил потому что было непонятно что это за чудо которое мало того что из китая вы еще и собирали здесь люди которые не понимают что на одну как бы как собирать потому что это не их производство они подрывали на самом деле доверие к себе из-за этого и по-разному к нему относятся вроде как парсун а вроде как вот из этой истории непонятно с какого они завода есть у нас бренд тайяма мы им давно занимаемся у нас мелькает в кадре периодически это тот же самый парсун завода парсон да у них бренд свой тайяма но они никуда с парсуна не уходили они всегда присутствуют на этом парсуне то есть у нас уже была завода парсон достаточно большая линейка моторов и сейчас появилась еще два новых дистрибьютора в россии крупных которые ввезли партии этих парсунов плюс когда весной мы остались без японских моторов огромное количество крупных оптовиков и производителей лодок заказали на том же парсуне моторы под себя естественно там срок 3-4 месяца минимум на производство и доставку и соответственно участка осени все это валилось в россию со всех щелей и соответственно у нас ситуация у нас есть парсун который представлен дистрибьюторами официальными которые ввезли в россию представляют здесь завод поддерживают гарантию сервисное обслуживание продажный пост продажный сервис и они заинтересованы в развитии бренда и куча продавцов которые просто купили контейнер моторов везли и они здесь продают соответственно вопрос будет по гарантии кто будет обслуживать эти моторы и кто ими будут заниматься но из-за того что моторов стало настолько много одного бренда и крупных игроков стало много соответственно надо чем-то конкурировать и естественно имея абсолютно два одинаковых мотора с одной и той же наклейкой понятно когда клеят другую наклейку начинают придумывать легенды у нас там колпак полировал там председатель компартии китая у нас вот здесь там что-то там намазали какой-то космической смазкой а там у нас что-то из японии и начинается вот это продвижение этой легенды чтобы оправдать почему мотор надо взять у себя но мы имеем пар суммы абсолютно одинаковые с одной коробки которые везли разные поставщики соответственно на выходе мы имеем конкурентную борьбу между ними когда нельзя ничем конкурировать начинается конкуренция ценовая и начинают цену снижать и осенью собственно мы получили беспрецедентно низкие цены на мотор и пар сумм они упали до уровня даже двадцатого наверно года в 19-й год что там около 90 тысяч стоил 9 и 9 двухтактный сейчас он там около 100 то есть практически за два года ничего не поменялось это для нас это хорошо вы к нам бежите за моторами для вас это хорошо вы экономите деньги для парсуна в россии это на самом деле крайне плохо потому что когда начинается жесткая конкуренция и цены начинают снижать вниз то у поставщика у дистрибьютора не остается финансового вот этого запаса для того чтобы остатки какие-то прибыли пустить на развитие бренда поддерживать гарантию нормально завозить запчасти поэтому на самом деле я отношусь к этому не очень хорошо мы все равно свои заработаем что другой мотор продадим что дешевый вы сэкономите да но в общем на развитие бренда будет сказываться негативно поэтому я думаю что за зиму вот эти все крупные игроки о чем-то договорятся поделят как-то территории придут какому-то более-менее ровному прайсу и цена как бы стабилизируется наверное выровняется чуть поднимется поэтому на самом деле вот сейчас цены реально уровня 20 года поэтому кто сейчас покупает их достаточно активно у нас покупают как раз таки я думаю люди не прогадают потому что ценник адекватный что в сегодняшней ситуации встречается редко собственно про бренд надеюсь больше не придется мне рассказывать потому что каждый раз спрашиваете давайте посмотрим на мотор под капотом имеем всю ту же самую ямаху 99c в парней из уссурийска на ямаху оригинально посмотрите увидите собственно все те же самые узлы завода все помазано все красиво мотор например под брендом тайяма этот же мотор завода тайяма заказала себе не только вот такой румпельный но и дистанционный он есть электро стартером с дистанцией с комплектом дистанции соответственно мотор получаете полностью дистанционный 15 сильные с документами наклейка 99 тоже вариант очень очень достойный под брендом порсон он завезен был только в румпельном исполнении потому что кто что на заводе заказал то завода произвел то и везли теперь вот получается вот такая конкурентная борьба действительно у той яма есть преимущество кому нужен дистанционный мотор не надо переделать это берем сразу под дистанцию под брендом тайяма и тот же самый мотор поэтому кроме веса на самом деле у него минусов то и нету конструкция отработанная уже годами вот эта пятнашка и проблем она не вызывает не вызывает пользуются люди действительно очень долго если вы кстати про дистанцию нас видео было на ямаху здесь тоже есть чтобы установить трос газа реверса если подключаем дистанцию здесь есть место где троса проходят можем управлять газом но не можем управлять передачи потому что здесь не хватает несколько элементов и нужен комплект подключения почему китайцы почему-то его нет дорогой ямаховский я не знаю если смысл оказывать он золотой проще сразу смотреть от мотор на дистанционный с электрозапуском чтоб потом его не переделывать не ставит стартер не ставить вот эту всю историю потому что это все будет дорого собственно для чего у нас здесь висят кондора ямаха но потому что если говорить о вот моторах 9915 то вот это все в одном классе кондор еще есть сипро двадцатка она тоже в этом корпусе только ямаховского серого цвета и собственно близбы кондор слизан вот с ямахи абсолютно одинаковые моторы это мы взвешивали да он потяжелее кстати кто-то у нас видео про этого красавца сказал блин был бы на короткой ноге забрал бы сразу а если сделать вот так хоба здесь серенький здесь черненький взять баллончик краски хоба фокус получаем черную ямаху колпаки встают вообще удар в удар под капотом все как близнецы братья так вопрос о том что копировали один с другого так что вот коротконогая ямаха недорого подходы горы но к счастью мы таким не занимаемся у нас как там поется про волшебника у волшебника сулема все по-честному без обмана все по-честному без обмана так что вот такая линейка четырех тактных моторов собственно в классе не регистратор из того что можно посмотреть и еще интересный момент по поводу комплектации я жалею что 99 я не вскрыл на камеру коробку потому что с ним не оказалось брелка в коробке кто посмотрел прошлое видео видел что там были брелки нам скажут что вы украли брелок сушки парни ничего не воруем ничего не брали но реально с ним его не было я не знаю как китайцы их кладут с двадцаткой джектора на и было здесь 9 двухтактными были здесь нет был в комплекте масляный фильтр в пленочке две свечки инструмент вот это комплекту естественно бак шланг что касаемо фильтра что на кондоре что здесь стоит фильтр один и тот же оригинал китайский производителя тора мы даже привезли себе вот такие отдельно фильтра что посмотреть что это за зверь то есть это фильтр который стоит на порсуне с завода вот с такой биркой снизу у нас написано тора м20 резьба с пленочкой выглядит вполне достойно если там кто-нибудь попросит его распилить и вы на лайкайте это сообщение то для интереса можем распилить и посмотреть что у китайского фильтра внутри он не дешевый оригинальный китайский фильтр выходит что там в районе 800 рублей соответственно на все yamaha подобные моторы он благополучно подходит поэтому если надо будет распилим посмотрим вот такой оригинальный китайский фильтр не супер дешево для китайцы на самом деле хотелось бы чтобы он был дешевле наверно все рассказал можно глянуть его наверно с другой стороны чтобы органы управления увидели сейчас его перевешу к вопросу о мобильности и перевозе в багажнике то есть 50 килограмм не супер легкий мотор на понимать здесь все стандартно переключение как и на двухтактники лампочка давления масла у нас обогатитель здесь заглушка под кнопку стартера когда у yamaha есть матрос с электростартером соответственно кнопка стартера вот здесь у него стоит здесь место под стартер на маховике зубьев нет поэтому здесь меняется маховик ставится стартер в остальном наверно все единственное что китайцы копирую копировали наверное за 20 лет производства этого мотора матрицы куда-то уползли и встает он не совсем идеально то есть видно что здесь как бы не симметрично ну с этим ничего не сделать все на своих местах все прикручено но вот такие огрехи от китайцев присутствуют раньше единственно был в обычной графике белыми буквами это гораздо выигрышней графика красивший мотор ну наверное теперь точно все рассказал всем пока стучитесь подскажем поможем наш красавчик безногий красавчик пошли ногу искать как у нас в земель народ готовится этого товарища мы зовем бывалый бывалый и тоже безногий мотор кстати мотору по моему два года всего сиренты на фиксаторе и покрутишь давай посмотрим сака у нас почему-то отделился стена вся красивая клетчатка у нас красивая чувство шпонкой кто же красивая чего тоже нержавеющая самом деле нержавеющая слушай здесь да самом деле нержавеющая на стакан забавный стакан разобрался так собираем обратно собственно крючатка с крючаткой все хорошо стакан поставили страшно ничего нет что он туда оставляется легко здесь уплотнительное кольцо и она собственно все это все эту ситуацию уплотняет плотненько стоит никуда ничего не вытекает и не перетекает поэтому все здесь хорошо все собираем для вы намажешь тогда болты лактай там намажь тогда болты до закручиваем да то все скажут что эдик у вас уволился эдик только поржать приходит вставка по Потому что кто-то не приключил тягу. Вот тут у нас тяга. И кто-то у нас засмущался перед камерой и ее не затянул. Завели на передаче. Завелся шикарно. Сейчас затянем и дубль два. Пришел позлорадствовать? Нет. Че, уже запускались что-ли? Первый запуск. Че? Первый запуск. Второй. Сейчас будет второй. А че вы проверяли? Первый был на передаче. Теперь запустился? Ну здесь-то была нейтралка. Внизу была передача. Я не приключил тягу. Бывает. Не переживай. Не переживай. О, работает-то приятно. Надо масло подлить. Что, он писает? Все. Что, он тебе сделал? Угу. Так, оборвается. Продолжение следует. Продолжение следует...